Всем привет! Я уже давно планировал это видео, да все, времени как-то не хватало. Решил я наконец сделать видео о салатных заправках. Для того, чтобы салатный соус не надоел, его нужно постоянно менять. Но не обязательно иметь кучу салатных соусов в холодильнике, достаточно иметь один, максимум два. Я вам сейчас покажу, как я делаю основу и потом покажу, какие дрессинги, салатные соусы с этой основы можно сделать. Так, рецепт мой, творческий, которым я пользуюсь уже много лет и который по моему вкусу мне очень нравится. Все ингредиенты, как всегда, вы найдете на моем канале под видео. Чтобы у нас получилась эмульсия, нужно соблюдать все-таки кое-какие правила, которые я вам сейчас покажу. Мне понадобится горчица, мне понадобится бальзамический уксус 5%. Это может быть не обязательно бальзамический уксус, вы можете взять простой яблочный уксус или винный. На ваше усмотрение, 5%. Уксус, горчицу, соль и сахар, все это можно смешать сразу. Затем начинаем постепенно добавлять растительное масло. Вы можете взять оливковое масло, но имейте в виду, чем нейтральнее будет масло, тем вкуснее будет у вас соус. И начинаем создавать эмульсию. В качестве эмульгатора у нас будет работать горчица. Тоненькой струечкой. Вот сейчас я вам покажу, насколько уже мой соус становится густым. Еще добавлю еще немного масла и потом постепенно буду добавлять воду. Вы можете добавлять как воду, так и бульон. Добавляю опять так же тоненькой струечкой немного воды, не всю воду. Как вы увидите, что соус стал немножко жидковатым, опять начинайте добавлять масло. Обратите внимание, опять можно начать добавлять воду. Все, моя салатная заправка готова. Это основа. Теперь я вам покажу, как с этой основой можно приготовить еще несколько дрессингов. Я буду делать всего понемногу. Допустим, мы хотим сделать картофельный дрессинг. В эту основу мы добавляем отваренный картофель. Можно добавить петрушку. И все это пробиваем блендером. Пробуем на вкус. Если вам кажется, что у вас соус немножко густоват, вы всегда можете добавить воды или холодного овощного бульона. Эта заправка у меня готова. В нее вы также можете добавить обжаренный бекон. Берем нашу основу, добавляем мороженую малину или свежую, если у вас есть. И так же пробиваем. Добавлю немножко водички, буквально чуть-чуть. И пробью еще раз блендером. И пропускаю через сито, чтобы убрать все косточки. Малиновый дрессик очень вкусный. Очень хорошо подойдет к салату из диких трав. И еще к нему козий сыр с медом. Будет прекрасно. Ну что, идем дальше. Опять немного трясина. Добавим в основу, добавим йогурт. Буквально три ложки. В этот соус можно добавить петрушку, укроп. И у вас будет йогуртовый салатный соус с зеленью. Идем дальше. С этого соуса можно сделать соус для салата Цезарь. В этом случае мы добавим немного капельсов. Буквально штучек восемь, не больше. Добавим буквально два филе анчоуса. Добавим чайную ложечку вустовского соуса. Пробиваем блендером. И добавляем пармезан. Мы делаем этот соус без желтка, потому что как таковая эмульсия у нас уже есть. Здесь нет только желтка. Это майонез немножко, немного в мягком представлении. И вот теперь добавляем в самом конце, добавляем пармезан и пробиваем. Салатная заправка для салата Цезарь готова. Вы также вместо йогурта можете добавить сметану, это тоже будет работать. Идем дальше. Опять добавляем наш базовый соус. И добавляем сироп бузины. Это очень вкусный дрессинг. Много не нужно. Все, готово. Давайте еще сделаем один соус. Соус с зеленью. В базовый соус добавляем петрушку. Добавляем укроп. И все это пробиваем блендером. Как я уже говорил, если вы видите, что соус у вас немного густоват, добавьте немного воды или бульона. Также в базовый соус можно добавить, ну например, базилик. А лучше прекрасный соус со вкусом базилика. Ну вот, я особо не напрягаюсь. Я сейчас приготовил 5 разных заправок. Основной базовый соус я вам показал. Это 6 получается. Вы также можете сделать на основе этого соуса. Взяв при этом темный бальзамический уксус. Как вы видите, имея всего лишь один базовый салатный соус в моем холодильнике, я могу приготовить из него много всяких разных соусов. Если вам не нравится светлый бальзамический уксус, вы можете взять темный бальзамический уксус. Ну, конечно, тогда такое количество соусов вы не сможете приготовить. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. А я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!